На корпоративную прибыль, до упрощения системы налогообложения индивидуальных лиц, уменьшения налогового потолка. Как это отразится на Израиле и его гражданах? Нас с вами. Все подробности уже через несколько минут. Представлен проект налоговой реформы американского президента Дональда Трампа. Речь идет об одном из основных пунктов в списке предвыборных обещаний главы Белого дома. Среди прочего, реформа включает в себя снижение на 20% пошлин на корпоративную прибыль, переход на территориальный принцип взымания сборов, упрощение системы налогообложения индивидуальных лиц и уменьшение налогового потолка. А как это отразится на израильских гражданах? В студии со мной специалист по интересам потребителей и международному маркетингу доктор Вилли Авраам. Доктор Авраам, здравствуйте. Как было до того, как эта реформа вообще была представлена? Начнем с того, что до объявления о реформе многим американским предпринимателям было выгоднее открывать бизнес за границей, чем у себя в стране, поскольку эффективный налог составлял 39%. Для сравнения, во Франции 33%, в Израиле 24%. Да-да-да, это максимальная ставка налога на компанию. И в Израиле, если вы попадаете под действие закона о стимулировании инвестиций, то вы платите вообще 12%, в Великобритании 20%. То есть часто номинальная ставка налога оказывается выше, чем на практике. И, естественно, реформа Трампа не сразу вступит в силу. И, по мнению экономистов, снижение налога на 1% обойдется экономике в миллиард долларов. Что в программе? Итак, во-первых, это пока декларация, и исполнение этого обещания потребует прежде всего ратификации двумя палатами Конгресса США. Сейчас бизнесмены, в том числе и владельцы малых бизнесов, до сегодня оплатили налог по ставке для частных граждан. Сейчас вместо 7 ставок налога будет всего 3 ставки. И это улучшит положение простых граждан, рядовых. А те компании, которые перевели производство или управление за границу и вернутся теперь в США, получат существенные налоговые льготы. Кроме того, предлагается отменить налог на наследство. Вы назвали какую-то баснословную сумму, в которой обойдется воплощение в жизнь этого проекта, этой программы. Откуда деньги? Ну, прежде всего, хотелось бы объяснить несколько моментов. Возможно, часть средств собираются компенсировать за счет повышения других налогов, но это вряд ли. Американцы считают, американская администрация считает, что снижение налогов улучшит финансовое положение граждан, которые будут меньше платить, будут больше покупать и будут платить больше налога на добавленную стоимость. Как это может изменить Америку, американский рынок? Потому что вскоре поговорим о том, как это может изменить и израильский рынок и повлиять на простых израильтян, хотя, казалось бы, решение американского президента. Ну, во-первых, согласно мнению главы Федеральной резервной системы, положение рядового гражданина сильно не улучшится, а улучшится положение держателей акций, которые действительно от этого очень выигрывают. В свое время в США уже была разовая налоговая скидка для тех, кто переводит производство из-за границы в Америку. Было временное улучшение экономических показателей, но сильного эффекта ожидать нельзя. Что действительно важно, это снижение налога на компании, рентабельность компании увеличится, их стоимость увеличится на 30%, они смогут по более высокому курсу продавать свои ценные бумаги, и иностранные компании более охотно будут покупать американский бизнес. И это совпадает с видением Дональда Трампа, который говорит, нанимайте американцев, покупайте американские товары. Цель – это вернуть американский бизнес в Америку и заставить предпринимателей всего мира переводить деньги в Соединенные Штаты, инвестировать в экономики. То есть, по сути, напрашивалась некая такая реформа? Была необходимость для реформы? Да, это было и вправду необходимо. Давайте посмотрим, что происходит в Израиле. Есть израильские компании, которые состоят из материнской компании в Израиле и дочерней компании в США. И именно американский филиал занимается маркетингом и предоставлением услуг. Из-за того, что материнская компания находится в Израиле, где налог ниже, то было выгодно деньги переводить из Штатов сюда. Опять же, если это напрашивалось, то есть, та реформа, которая напрашивалась, та реформа, которая на сегодняшний день необходима Соединенным Штатам Америки. Какова вероятность, что она будет воплощена в жизнь? Что в результате все эти планы, которые были озвучены сегодня представителями Белого дома, станут реальностью? Безусловно, без сопротивления не обойдется. И это может быть сопротивлением и в партии Трампа среди республиканцев, которые будут недовольны возможным увеличением дефицита госбюджета. Если он проведет это в Конгрессе, это очень хорошо для президента. С политической точки зрения у него не так много времени. Он выступил с очень громкой декларацией. Если у него все получится, это будет очень выдающееся достижение. И он хочет отменить Североамериканское экономическое соглашение. Мы не раз говорили о некой неразрывной связи между Израилем, еврейским государством и Соединенными Штатами Америки. Причем касается это абсолютно различных степеней сотрудничества в абсолютно разных сферах. В данном случае, как решение американского президента относительно налоговой системы Соединенных Штатов Америки может повлиять на Израиль и израильских граждан? Ну, безусловно, израильским компаниям, простите, американским компаниям, действовавшим в Израиле, будет выгоднее вернуться в Штаты. 90% израильских технологических компаний действует на два фронта, в Израиле и США. Израиль может в этом случае потерять часть своих доходов. Если иностранные компании, действующие, американские действующие в Израиле, пользующиеся налоговой скидкой, вернутся в США, то, соответственно, доходы нашего государства снизятся. И если электронный адрес компании зарегистрирован в Израиле, значит, налоги платятся здесь. Станет выгоднее платить налоги в Америке, очень легко поменять адрес. Если стоимость американских компаний повысится, то это приведет к усилению доллара. А это значит, что израильским экспортерам станет труднее работать. При дорогом шекеле и дешевом долларе работать легко. Банк Израиля и так скупает доллары, чтобы поддерживать курс. Если доллар поднимется, значит, я получу меньше денег, как продавец. Лучше положительное влияние или отрицательное влияние на Израиль окажет эта реформа, если она будет попрошена в жизни? Если мы посмотрим на общую картину, то следует считать это положительным явлением. Возможно, некоторые компании, которые занимаются исследовательскими работами, предпочтут перерегистрироваться в США. Но пока эта реформа не воплощена в жизнь, пока это только планы. На данном этапе каково влияние Соединенных Штатов на экономику еврейского государства? До сих пор мы говорим только о планах. То есть эта реформа просто пока на бумаге, пока еще никто не воплотил в жизнь. На сегодняшний день насколько сильно или насколько слабо влияние Соединенных Штатов на экономику еврейского государства, экономику Израиля? — Соединенные Штаты — один из самых крупных наших экономических партнеров. В структуре экспорта Израиля американцы занимают первое место. И, безусловно, курс доллара сильно влияет на конъюнктуру внешней торговли. — Безусловно, наши отношения останутся крепкими, но для нас важнее всего курс доллара. Мы покупаем больше, чем продаем за границу. Если доллар усилится, мы меньше потеряем, чем при нынешнем курсе. — В продолжении программы «День». В эфир выйдет наша постоянная рубрика, в которой вентеролог Нахум Мелик поведает о том, какой будет погода в конце текущей недели и в начале следующей.